Приветствую вас, нет, конфликт не появляется на равном месте, если отвечать вам на вопрос, который вы задаете, конфликт всегда, всегда появляется в результате определенных человеческих состояний. Конфликт появляется всегда в результате определенных переживаний, но у конфликта есть всегда ряд причин, ряд оснований. Я бы сказал, что основная причина, которой конфликты возникают, это страх близости, страх близости в том числе сексуальный, интимный. Вот. К сожалению. И, в общем-то, если люди близости боятся, как вот, например, боитесь близости вы, то будут возникаться в том числе интимные близости. Потому что крики, они решают, они решают проблему секса, они заменяют своего рода оргазмом. Вот. Поэтому этот момент очень важно понимать, очень важно понимать этот момент, очень важно его, мне бы сказать, виду. Ну, вы можете, в принципе, почитать про психологическую игру Scamball Scamball. Вот она, эта психологическая игра есть в интернете. Вот. Вы можете её увидеть, вы можете её поисследовать и вы можете определить свою роль. Следующее. Как я и сказал, Scamball не возникает на ровном месте, Scamball происходит в том числе, потому что люди не выражают или плохо выражают свои эмоции, свои переживания. Вот. И получается, что вы, в какой-то степени, свои чувства просто-напросто подавляете. Вот. У этого тоже есть причина. 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 То есть есть определённые причины, по которым вы подавляете свои эмоции. Есть определённые причины, почему вы выпускаете их, условно говоря, на волю только после, ну, определённого момента, когда вы даёте себе своего рода такой карт-блат. Мол, типа, всё, сейчас я уже могу. Мол, всё, сейчас я уже имею право. И вы начинаете эмоции свои, собственно говоря, выражать. Вот. Поэтому здесь нужно исследовать. Такая вот история. Также вы делаете вклад в конфликт со своим мужем. Практически всегда человек делает этот вклад. Практически всегда ответственность за конфликт лежит на обоих партнерах, на обоих партнерах всегда. И важно понимать, какой вклад вносите в ссору именно вы. Это необходимо сделать. И вот когда все это будет поисследовано, когда все это будет вам понято, тогда уже можно будет говорить о том, что делать дальше. Тогда уже можно будет говорить о том, как вам себя дальше вести. И что вам собственно делать дальше. Вот. Пока что это вот выглядит как, знаете, такая, ну, своего рода заготовка, да? Заготовка по проблемам. Но не сама проблема, и уж совершенно точно не терапия. Поэтому это все, что можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть на самом деле вот действительно нужно больше информации для понимания того, что между вами и вашим мужем происходит. Но совершенно точно могу сказать, что оба вы имеете проблемы с близостью. Оба вы имеете проблемы с выражением эмоций. Оба вы имеете проблемы с взаимопониманием. Но чтобы это все было, нужно все это перенести на себя. А на себя вы этого не переносите. Я более чем уверен. Оба вы и в трудности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...